Добрый день уже, мои любители шахмак. Все, конечно, знают про ситуацию Карлса, Ниман, Ческо, Макамура и так далее. Но, в принципе, это альтернативный взгляд на всю данную ситуацию. Поэтому не стоит удивляться выводам, к которым я пришел. Итак, надо отметить, что это единственный гроссмейстер из топ сотни, о котором я, либо кто-то другой, не рассказывал в видео по поводу банов на Ческом. Но надо отметить, что про данный аккаунт я знал еще в 2020 году, но на тот момент Ниман был всего лишь международным мастером. И меня это не очень заинтересовало, тем более я так и не понял тогда, за что эти аккаунты были закрыты. Ну, рейтинг тогда международного мастера 2900 на Ческом, иногда может по 3000, это достаточно хорошо. Но напомню героев предыдущих моих видео, которых прикрывали на одной или на двух игровых зон, которые сейчас попадают в топ 100 рейтинга фида. Позиция 92 у нас Синдаров, его закрывали два раза на Ческоме, при этом еще на Лечеси. Два аккаунта одновременно закрыли. Якуб Боев, аккаунт заморожен на Ческоме после феорическое выступление в декабре прошлого года. Сарксян Шант, аккаунт заморожен на Ческоме. Далее, были шахматисты подозрительные, но я не буду их перечислять, потому что по той или иной причине их аккаунты до сих пор есть. Далее, Санта Шватаса из Испании, еще в 2017 году. Даже аккаунт просто закрыт, перечеркнутым. То есть, Клоуст Фейерплей, в отличие от предыдущих перечисленных игроков. Собственно, мы дошли до Нимана. Были подозрительные игроки в этом списке. Но, тем не менее, Максаду и Лечес. Далее, что уже самый верх пошли. Ну и, возможно, для многих это было удивление, когда во время турнира протянетов про Феруджу. Но я аккаунт Феруджи знал давно. Но, в принципе, дело в том, что этот аккаунт был неверифицирован, скорее всего. Так что, с неверифицированными аккаунтами, конечно, могут быть, скажем, холспозитивы при баг. Ну что ж, видим, достаточное количество игроков. Большинство имело проблемы с Часком. Максаду и Лечес. И, тем не менее, мы говорим теперь о Нимане. Я не знаю, как это мне удалось, но у меня с ним счет 1-0. Наверное, потому что партия титульного вторника приблизительно 2016 года. У него два аккаунта. Первый – Ханс Кул Ниман. Второй. И М. Ханс Ниман. Какой смысл открывать второй аккаунт, я так и не понял. Потому что он был чисто до 2020 года. Если вы посмотрите партии по 3 минуты, то рейтинг составлял в интервалах от 2800 до 3000. Ну и эти аккаунты были закрыты. По какой причине в конце августа 2020 года, я так и не понял. И сейчас я этого не понимаю. Потому что в титульных вторниках те партии, которые я рассмотрел в конце 2020 года, да и, собственно, рейтинг и уровень – это нормальный. Но, в принципе, особо сложность после того, как Ниман дал интервью, у меня не было для нахождения той партии, того турнира, в котором он продемонстрировал замечательную точность игры. А именно этот турнир 2017 года, в котором он занял достаточно скромное 22 место. Напомню, что Ниман 2003 года рождения, то есть в момент турнира ему было 14 лет. И посредственно 22 место. Но надо отметить поражение в последнем туре. И концовку партии я вырезал. Когда я искал статистику, он проиграл Федосееву. Ну и, собственно, теперь давайте посмотрим, что показывает встроенный движок Чиском. Проценты 98,6, 99,5, 98,8, 99,9, 92. Объясню, почему в той партии 92, 98,9 и поражение 81,9. Теперь зайдем в любую из данных партий. Вы здесь увидите страшную картину. А именно, обратите внимание на тайминги. Я сейчас пролистываю и вы видите, что у черной, а именно Ниман, каждым ходом думает около 5 секунд. Ну, собственно, то же самое произойдет и во всех оставшихся партиях. В данном случае он играет белыми. То есть видите, как тайминг идет. 5 секунд приблизительно каждый ход. Если какой-то простой ход, то 3 секунды возможно. Ну, вот так вот встроенный секундомер. Единственное исключение, это как раз партия против Федосеева. Потому что в ней что-то пошло не так. К моменту цейтнота, как видите, вот после хода Ферзь Е5 17 секунд. И тут какой-то лаг в 14 секунд. Ну и, собственно, оставшаяся часть партии по 1 секунде и черные проигрывают. До этого момента тоже, если вы тайминги посмотрите, в принципе, почти все, кроме двух ходов, около 4 секунд. Ну, естественно, это отлично. Цифры, отличные тайминги. И я использовал программу PG&Spy. Она дала следующий результат. Итак, 133 неопределенных позиций. И ужас. 73 процента... Извините, 71 и 43 процента совпадения с первой линией. Еще раз повторюсь, это партия в Блиц. И у лучших Блицеров мира этот процент составляет не более 60. Я не нашел ни одного турнира в Блиц, чтобы этот процент был 60 процентов. Здесь 71,5 процент. Ну, обратите внимание, как обычно, на показатель потерь в одну пешку и более. Ноль ошибок за турнир, действительно. Такое бывает. Ну, и ЦП Лос Мэн 4,87. В общем, единственный, кто по этими семи партиям может посоперничать с Ниманом, это Савелий Голубов. Если говорить еще раз о данном турнире, давайте посмотрим на график рейтинга. Это начало 2017 года. Давайте сюда где-то сместимся, чтобы увидеть уровень. На момент. Рапид 2333, Блиц 2312. Классика около 200, 300, 2200. Ну, в принципе, дальнейшие комментарии мои излишние. Поэтому давайте просто бегло пробегусь по каждой из этих партий. Я буду включать стокфиш восьмой. Собственно, все, как видите, я сравнивал стокфишем восьмым. Данная партия черных всего лишь четыре потерянных с антипешки. Буду останавливаться на самых интересных моментах. Вот, например, в этот момент. Ну, конь Аш-5 сыграли. Слон Б5. Здесь делается ход Слон Б7 по какой-то странной причине. Третья линия. После чего серия ходов. И, в принципе, позиция становится крайне симметричной, скучной. Обратите внимание на ход Слон Е8. Это, конечно, несложное решение. Но, тем не менее, красиво достаточно. Черные захватывают пространство. Играют в стиле нейросетей. Ну, и вот в данной позиции, наверное, в большинстве случаев партия закончилась бы в ничью. Ну, белые в ужасном цветноте. Обратите внимание еще на рейтинг. Белых чуть выше. А и оказывается, что где-то они ошиблись. Вот, когда сыграли F3. После чего следует наказание. И смотрите на следующий. Маятниковый маневр слона. То есть, делается ход Слон Д3. Ход по второй линии. Ферзь Б3. И слон возвращается в наш 7. Ну, я не буду особо комментировать. Это первая линия. И белые не подняли этого. Просто взяли пешку на Д5. Оказывается, что этот ход проигрывает. И серия ходов черных, которые убивают белых, исполняется достаточно качественно. Ферзь С2. Король Е1. Ферзь С1. Король Е2. Слон С2. Угроза мата. Левые попытались защититься по тем коне Е4. Ну, а Ферзь Д1. Король Ф2. Слон Д3. После чего, король через несколько ходов получает мат. И у белых закончилось время. Следующая партия. Надо понимать, что соперник Нимана это сильный гроссмейстер. Это кто конкретно? А, это Гевен Джонс. Насколько я помню, чемпион Европы по Блицу. В 2020 году. Но это не точно. Итак, и здесь любимый дебют Джонса. Староиндийская защита. Он по ней писал книги. И обратите внимание, это партия в Блиц. И тут следует очень жесткое наказание. Е5. Далее Конь Ф3. Если не знать про этот ход, можно очень легко запутаться. Конечно. И Ж4. То есть, очень, скажем, конкретно играя, выигрывая фигуру. Д4. Тут начинается обострение. Конь Д5. Именно сюда надо вступить конем. Дальше забираем. Но все равно позиция крайне острая. Слон на Ж4. Слон давит на Ф3. Слон давит на Е5. А6. Такая конкретика. Ну, черную забрали. Пешку. Слон Ж2. Этот ход тоже меня, конечно, удивил. Но неудивительно, что это первая линия компа. Почему именно на Ж2, а не на Е2? Ну, да ладно. Ферзь Д6. Потом такой вот интересный ход Ферзь Д2. Развязываясь. Странно. Это, конечно, вот это уже первая линия. Ну, почему не Ферзь Д3? Да ладно. Слон Ф3. Слон Ф3. Конь С6. Рокировка. Вадя Е8. Ну, из белых просто сейчас забрали фигуру. Какая-то компенсация есть. Но она очень быстро исчезнет. Черную сыграли Д3. Это амбициозно. Использовать поле Д4. Последовав король Х1. Конь Д4. Слон Е4. Тоже такая конкретика. Ферзевый флаг вообще стоит на месте. Конь С2. Вадя Б1. Конь Б4. Вот оказался плохим маневром. Но неудивительно. Без фигуры против первой линии играть сложно. Угрожает Вадя Е2. Хладнокровно. Слон Ф4. Наконец-то фигуры выходят в игру. Ну, все. Вроде бы. Слон Д6. В принципе, концовка. Очевидно. Ну, еще раз повторюсь. Здесь тоже 4 сантиметра. Пешки всего лишь потеряны. Идеальная игра за белых. Согласно движка, который использовался в то время. Следующая партия. Надо отметить, что я играл с данным международным мастером. Под некомкетом 87. Он очень хорошо знает теорию. В данном случае был разыгран какой-то под вариант Трамповского. Если вы, кстати, будете смотреть на эту партию. На современном движке вы прозреете, насколько плохо играли черные. Вот сейчас видите. Стокфиш 8 показывает 0.37. Если вы включите современный 15, то он будет кричать, что черных тяжелая позиция. Ну, ладно. Мы просто ведем сравнение с Стокфишом той эпохи. А Стокфиш той эпохи считал, что практически равная позиция. Конц 5. Слон Д7. Типичные французские продолжения. Вот тут после вводя Ц8 опять-таки он будет кричать, что все очень плохо. Но движок той эпохи считает, что все нормально. Делает ход G5. И после удара конь G6. Ну, такая вот нестандартная игра. В принципе, это очень странно выглядит. По-человечески. Сограть вводя Ц8 и потом сделать ход G5. Ну, да ладно. Конь G6. Ну, с королем в центре. Партию Блиц играется очень нормально. Конь F4. H4. Ну, неудивительно, что это ошибка. Белые продолжают верить в то, что король в центре попадет под атаку. Ну, это иллюзия. На самом деле, начинается контратака. С хода ФБ6 конь отступает. Д4. Смотри, как стремительно все развивается. И просто ДС. Вот такая вот жертва Ферзя. Еще раз повторюсь. То есть, при скорости 5 секунд на ход делается. С2. И здесь надо было грабьем. Король А1. Ну, они сыграли. АС1. Взяли. Дальше на Д1. Конь F4. Вот такая вот комбинация. И в итоге оказывается, что две легких фигуры и ладья сильнее. Чем Ферзь. H5. Конь C6. И тут сейчас черный будет играть максимально. Жадно. Вот почему они не рокировались, например, в этот момент примерно. Мне очень сложно сказать. Вместо этого ладья Д8 последовало. Жатого легкачества. Контрудар. Не страшно. Никакой шаг. Руль бежит с фланга на фланг. Не страшно, что есть проходные пешки. То есть, большинство игроков тоже будут. Наверное, так жадно не играло бы забрать обе пешки, пока пешка Д5 бежит. Ну и дальше конь был отдан за эту пешку. И последовала сдача партии. Еще одна партия. Видите, три партии подряд. Четыре с антипешки потерянных. Следующая партия. В принципе, эта партия слишком быстрая. И здесь всего лишь две потерянных с антипешки. В общем, первые ходы пропускаю. Потому что это известная теоретическая позиция из тренингской защиты главной линии. Черные почему-то сыграли С6. Они ладья Е8. Белые забрали пешку. Но тут ладья Е8 опять не последовало. То есть, соперник, конечно, эту партию разыгрывал плохо. Но обратите внимание. Конь на С6. Самый точный ход. Который увеличивает перевес. СЕ5, А6, размен. Ладья Д6, ладья Д1, ладья Ф6. 0-0, слон Ф5. Ну, я уверен, что большинство шахматистов в этой позиции. Ладья Д2, ладья ФД1. Эти хода делаются автоматом. Был сделан ход Ж4. Когда я первый раз посмотрю эту партию, конечно, не понял, что произошло. Слон отступил на Е6, а тут Ф4. И оказывается, что угрожает конь Е4. Ну, черные этого не поняли. Поэтому надо было либо сейчас, либо потом сделать ход Слонца 8. И после конь Е4 теряется качество. Поэтому черные сдались. Две сантипешки всего лишь. Следующая партия. Вот в этой партии один из ходов не поддается общему объяснению. Потому что он не попадает в три линии. Так, была разыграна разменная славянская защита. Все это теория. Боль-менее. Ударил на Ф4. Позиция сухенькая. Черные играют Б5. Это, оказывается, не точно. Нужно было играть конь А5. А4 белый подрывает. Структуру. Слон на Б1. Также очень странное решение. Если честно, почему слон смотрит на А7? Там поддержки не будет. Почему не давить на пешку А6? Ну да ладно. Размен произошел. Конь пришел на А5. Началось сдвоение ладей. И вот это забавно. Что сейчас делается движение пешек. Ф4, Ж4. Почему не сыграть в А1? Занять еще одну. Вадиолинию. Когда партия в Блиц. Отход вроде как делается рукой. Ну ладно, я со своих 2800 рейтингов по 3 минуты не понимаю. Наверное, чего-то. Ну и вот Ж4 наконец-то следует. С идеей Ж5. У НД7, Ж5. Черные ударили. Удар. И вот тут как раз это момент. Почему-то следует ход Феркбет Д8. После такой замечательной серии ходов. Может это мисклик. Я не знаю. Может быть это способ как разбавить точность. Сложно сказать. Ну и дальше это окончание белые постепенно дожимают. Обратите внимание на точный ход. Сначала король Ф2. Вводя Ж1. Потом только взять ее на Ф5. Слон на Ж4. Защищаем пешку. Ну и тут черные уже в цикноте зевнули. Они король Ф4. Зевнули вводя Ф3. И сдали. Потому что теряется вводя. Что-то партия немного странная. Потому что не был сыгран лучший ход. Но тем не менее. Даже с учетом этой ошибки. Феркбет Д8. Всего лишь 8 потерянных с антипешек. Вы попробуйте хоть одну партию сыграть. Блиц с 8 потерянными с антипешками. Потом напишите в комментариях. Какой это структурой было. И наверняка это будет симметричная структура. Ну и вот это уже максимальный троллинг. То есть игрок с 2300 играет против сильного 2650 гроссмейстера. И играет какую-то версию Беноне. Причем очень странную версию. Здесь развивается она на Ж4. Вел их и пространство. Есть. И возможность игры на любом из флангов. Но обратите внимание. На вот такие маневры. Как Конь ФД7. С идеей здесь сыграть Конь Б6. Уже не такое большое преимущество. Его захватывает пространство с двух флангов. И теперь я очень сильно удивился. Когда смотрел эту партию. Ходу слона Ж4. Ну я понимаю, что в этой позиции надо выждать. Но почему он не например не слон Ж5. Это то, что бросается в глаза. Разменять чернопольных слонов. Обычно так Беноне разыгрывает. Слон Д3. И делается рокировка. Опять-таки почему-то не выжидается. И здесь белые допускают грубую ошибку. Им надо было держать Короля на королевском фланге. Они делают длинную рокировку. Обратите внимание. Ход слон Е7. Жесткая первая линия. Почему опять-таки не слон Ф6. Не слон Ж5. Ладно. Это риторические вопросы. Надо белых было сыграть Король. Б1. Последовал Конь Б1. Чтобы защитить пешку на А5. И сразу С4. Такая очень жесткая жертва пешки. Забрали на Е4. Вернее это даже нельзя надевать жертва. Потому что на Е4 сразу отыгрывается. Водится 8 с темпом. Слон Д3. Ход человеческий. Конь А3. Ход показывает движок было точнее. Конь С5. Черный захватывает инициативу. Надо было Слон З4. Ну кто так сыграет. Извините. Белые играют как раз по-человечески. И получают безнадежную позицию. Оказывается что нельзя бить на Е4. Веду Слон Ж5. Приходится делать ход Ф4. Размен на Д3. Конь разбился. И пешка на А5 тоже полетела. Видите. Это минус таких пешек. Когда вы надвигаете и захватываете пространство. А потом они могут потеряться. Водится 8. Ну и дальше добивание. Ну в общем 5 потерянных сантипешек. В такой нестандартной структуре Беноня. Это вот 6 партий славы. Ну и последняя партия. Еще раз повторюсь. Я обрезал ее. За исключением одного хода. Она была разыграна очень сильно. Французская защита. Надо отметить что здесь конь Е5 неожиданно оказалась неточностью. В исполнении Федосеева. Так. Размен. И С4. Вроде бы черные что-то зевнули. Но нет. Слон С7. Контр атакуя коня. Белый делает проигровающий ход. То есть надо было сыграть СД. Ферзь Е5. И сложная позиция. Две фигуры заводю. Ф4. Зевнули. Ферзь Б6. Король Х1. Слон С6. Конь Д4. Слон Е5. Кстати очень странное решение. Но если вы не включите движок. Это первая линия. На самом деле. ФЕ. Конь Д7. И вот. После Б4. Черные сделали ход А6. В целом это вторая линия. Тоже неплохо уход. И тут начались. Были очень странные вещи. Если бы черные сделали бы ход Ф6. Они сделали как раз человеческий ход. Но дело в том. Что после Конь Е5. Идет обла в оценке. Это третья линия. Водя Е1. Конь Ф6. Водя Е5. Водя Д8. Вот зачем была отдана фигура. Если вы этого не успеваете понять. Водя Ц5. Слон просто отступил на Е4. Тоже. Вообще не очевидно. Когда делаются такие продолжения. Тихие хода. Блиц. Следующий ход. Меня. Если честно. Совсем поразил. А6. Вот такая вот. Замечательная профилактика. Почему бы на Б4. Пешку не ударить. Если уже. Она под боем. Ну. Вы видели. Уже неоднократно. Вот такие. Замечательные продолжения. Так. Забрали пешку. Ну. Белый играет. Аштрих. В принципе. Этот ход проигрывает партию. Б6. Водя Ц7. И. Водя Д3. Как видите. Единственный ход. Который. Дает большой перевес. Потому что. Проблемы с пешкой Аштре. Начинаются. Надо было. Ферзь. Ф4. Отдавать эту пешку. Белые. Цепляются за нее. Но. Тем не менее. Ферзь Д6. Тут проблемы с Водей. Начинаются. Ну. И. Неожиданно. Неожиданно. Минус 7. Это реально неожиданно. Потому что. Вроде бы. Угроза непонятна. Но. Водя на Ц8. Потерялась. Заблудилась. После этого шага. Ц5. Ферзь Д5. Тоже самый четкий ход. Нападаем на Ж2. Водя Ф2. Белый из последних сил держится. Водя Д1. Закончил. Анализ с антипешках. Собственно. 12 потерянных с антипешек. Можно. Конечно. Для полноты. Досмотреть эту партию. До конца. С данного момента. Потому что. Когда начался цейтнот. После. Этого. После этого. Кроль Х2. Ферзь Е5. Видите. Конь Х5. Ферзь Е5. Завершала бы партию. Потом. Почему-то. Разменялись. Ферзи. Ну. И. Дальше. В принципе. Ничего интересного. Не происходит. Типичная партия. Завершала бы на изливки. И пешка. Прошла в ферзи. В итоге. В коньевом окончании. И белые победили. Ну. Так что. Делаем общий вывод. Как вы думаете. Игрок с рейтингом. 2-300. Мог играть в такие шахматы. Те же самое интересное. Давайте посмотрим. Это. Турнир. Еще раз повторюсь. 4 апреля 2017. То есть. Как по мне. Здесь явное нарушение. Правил. Ну. Не может так человек. Играть в титульном вторнике. И в принципе. После своего интервью. Он тоже говорит. Что нарушал в титульном вторнике. Думаю. Что он говорил. Именно про данный титульный вторник. 14 лет ему. Было. На момент партии. Но. Почему этот аккаунт. Был тогда закрыт. Только в 2020 году. И почему у него было. Вообще два аккаунта. Это остается загадкой. Так что. Должен отметить полную некомпетентность. Чичинговой комиссии. У Часкома. Если они всего этого не заметили. А если они заметили. То. Я должен сказать. Что тогда у Часкома. Двойные стандарты. Потому что. Такие игроки. Как Савелий Голубов. За такую же точность. В семи партиях. Получают сразу же. Закрытие аккаунта. А игрок из США. Это закрытие аккаунта. Не получает. Так что. В целом. Когда мы. Говорим. Опять таки. Про этот список топ 100. Ну. Конечно. Все эти ребята. Которые я перечислил. Они. Продемонстрировали. Свою силу игры. И. Они играют сильно. Кто. На 2650. Кто. Как Ферруже. Вообще. До 2800. Дошел уровня. И. Это все. Приводит к тому. Что. Вся. Игра в интернете. В шахматы. Она. Не имеет никакого смысла. Потому что. Человек может. Имея. Международное название. Читерить. Потом. Как Ниман. Выйти. И сказать. Ну. Я читерил. Я там был маленький. Мне было 18 лет. И несовершеннолетний был. И что тут такого. Ну. Вот. Вот. Хороший пример. Если сравнивать его с другими героями видео. То конечно. Он выделяется. Потому что. Те всегда будут отрицать. А он почему-то говорит. Да. Так оно и было. И это меня. Очень интригует. На этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Продолжение следует.